МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам. В эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-14-40 и 567-14-50 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Я хочу сразу для наших зрителей обозначить сферу вашей деятельности в администрации, за что вы отвечаете. Неофициальная должность, так звучит, заместитель по социальным вопросам. Соответственно, поясняю, что входит в эти социальные вопросы. Это образование, контроль за работой учреждений здравоохранения, культура, спорт, искусство, социальная и молодежная политика. Вот вроде все перечислил, ничего не забыл. Но прежде чем мы перейдем к этим очень важным для нас темам, хочу начать, можно сказать, по горячим следам. У вас сегодня был приемный день в администрации, день личного приема. Буквально час назад он завершился. Можно такой вопрос. С какими обращениями чаще всего к вам приходят наши жители? Добрый вечер, уважаемые жители. Ну, у меня сфера деятельности социальная, то бишь работа с людьми, с разными слоями населения. Поэтому вопросы, конечно, абсолютно разные, касающиеся разных сфер деятельности и жизни людей. Сейчас, конечно, горячая пора. Идет формирование групп в дошкольно-образовательные учреждения. Конечно, каждый родитель беспокоится о том, чтобы его ребенок попал в детский сад. Поэтому на сегодняшний день очень много вопросов по зачислению детей в дошкольно-образовательные учреждения. Есть вопросы по зачислению детей в общеобразовательные учреждения. Сейчас идет набор в первые классы. Есть вопросы по выпускным экзаменам, сдаче итоговой аттестации выпускников 9-11 классов. Немало вопросов у здравоохранения, у врачей по обеспечению жильем. И по спорту, совмещенные с благоустройством, это благоустройство парка культуры и отдыха города Щелково, это плоскостные сооружения на территории города Щелково, это компенсации, льготы малообеспеченным, многодетным семьям по посещению наших объектов спорта. Вот такой спектр вопросов бывает практически каждый вторник в дни, которые я провожу личный прием. Ну вот хорошо, вы приоритеты обозначили, так скажем, в порядке их поступления. Давайте, может быть, мы в таком же порядке и будем говорить. Номер один у нас образование. Будем, наверное, в совокупности говорить и о школьном образовании, и о дошкольном. В прошлом году у нас было такое достижение, у нас в районе, что полностью была ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения, в детские сады. Но остается проблема, которую и губернатор поставил перед нами, ликвидировать вторую смену в общеобразовательных школах. Пока от нее нам не удается избавиться. Поэтому школы строятся. Микроюнь Солнечный школу будут строить. Наконец-то сдвинулись с места решения о пристройке к школе в Медвежьих озерах. Уже не первый год тянется эта история. Вот, наконец-то, нашли подрядчика. Сейчас, вроде как, в течение нескольких месяцев должны нарисовать, что называется, проект и уже приступить к строительству. И, вроде как, к первому сентября будущего года уже обещают сдать. Но, тем не менее, проблемы остаются. Конечно, школ не хватает. В частности, 11-я школа микроюнь Чикаловский. Как там сейчас стоят дела? Насколько я помню, там школа рассчитана на старое здание еще. Рассчитана на 260, что-то 300 мест, а учится 600. Решит ли вообще проблему пристройку? Вы знаете, на самом деле мы в соответствии с указами президента, майскими указами президента, решаем непростые задачи по ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях. Только я хочу сделать маленькую поправку, что мы в прошлом году достигли этого показателя для детей с 3 до 7 лет, с 2 до 3. Пока остается эта проблема. Она есть, мы ее знаем, мы ее стараемся решать. Мы в этом году вместе с Министерством образования Московской области по поручению губернатора Московской области разработали дорожную карту по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях Щелковского муниципального района. Скажу, что ситуация в нашем районе одна из самых непростых в этом направлении. Что делается? Как вы уже сказали, в конце прошлого года и было подкреплено в начале этого года постановлением губернатора Московской области были выделены бюджетные ассигнования с софинансированием муниципалитета на школу на 1105 мест в микрорайоне Солнечном. Работы ведутся на сегодняшний день. Ведутся работы по привязке проекта школы к месту, где она будет находиться. Работа непростая. Нужно продумать все нюансы, включая благоустройство и плоскостные сооружения. Объект должен помочь нам разгрузить в микрорайоне Заречном школу номер 2, которая работает в две смены и перегружена до отказа. Кроме этого, вы уже сказали, что пристройка в Медвежьих озерах в сельской школе, где уже сейчас учатся не 275 учеников, а около 600 учеников. Также сейчас подрядная организация разрабатывает проект пристройки, где будут учтены все нюансы в соответствии с новыми санпинами, которые сейчас необходимо учитывать при строительстве социальных объектов. Мы учтем, что в этой школе Медвежьих озер на сегодняшний день нет отдельного актового зала. Актовый зал совмещен со столовой. Это ненормально в современных условиях, поэтому все это мы учтем. Теплый переход из одного здания в другое здание. И, безусловно, подумаем о инженерных сетях, которые будут связывать два объекта. Что касается микрорайона Щелково-3, поселка Чкаловский, ситуация там немножко сложнее. Вы также заметили о том, что 11-я школа перегружена. На сегодняшний день вместе с инвесторами прорабатывается тщательный вариант также пристройки к этой школе. Но это мероприятие запланировано на 2017 год. То есть на будущее. В соответствии с дорожной картой. Кроме этого, в дорожной карте у нас прописаны моменты по строительству школ в микрорайоне Воронок, Дальний Воронок, микрорайон номер 5 и школа в микрорайоне Жигалова. В Жигалово школа нужна очень, так как нужна она в микрорайоне Солнечном, не меньше она нужна в микрорайоне Жигалова. Инвестор готов к этому, но есть условия ДРЗТ и соглашения, где есть прописано, в какие годы в этом микрорайоне появится школа. Ну а примерно можете назвать? 2017-2018 год. Я хочу вам сказать, что непростые сейчас идут в этом отношении переговоры, потому что мы знаем, что экономическая ситуация на рынке жилья, она, безусловно, негативно сейчас сказывается, и в целом экономическая ситуация негативно сказывается на всех инвесторах, и в частности на строительстве социальных объектов, которые идут в обременении инвесторам. Но все равно на сегодняшний день политика Московской области, губернатора, президента нашей страны выстроены так, что без обременения в социальных объектах жилье на территориях, и в частности в нашем муниципальном районе, строиться больше не будет. Это касается общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и спорта. Поэтому есть вопросы, люди их задают, справедливо задают эти вопросы, и мы будем их, безусловно, постепенно, продуманно решать для того, чтобы в соответствии с дорожной картой к 2020 году ликвидировать вторую смену в Щелковском муниципальном районе. Но раньше не получится. Раньше не получится, и мы не можем обманывать людей, потому что вы знаете, что в последние годы очень быстро вырастали микрорайоны, которые были без социальных объектов, очень огромную помощь. И нам в прошлом году мы ввели две школы, это школа в Богородском и школа Лукиноварина, и, конечно, это здорово, это было событием прошлого года. Работаем и надеемся, что микрорайон Солнечный и Медвежьи озера в следующем году, в 2017 году, мы будем торжественно к 1 сентября открывать эти объекты. Ну, вот все равно хотелось вернуться к 11 школе, к Чикаловскому. Собственно, уже вокруг столько выросло новых микрорайонов, уже это даже не сам Чикаловский, да, Гагаринский уже заселен, Потапово заселяется, строится прямо вот в Чикаловском на улице Ленина еще три дома. Тоже приличные этажности. Всего одна школа, по сути, рядом, да, 12-я далековато. Далековато. 14-й лицей тоже не спасет, ну, и тоже в стороне. Тоже в стороне. Просто я вот почитал в социальных сетях, конечно, тоже эту ситуацию очень многие местные жители свое мнение высказывают. И вот, в частности, не один раз подались такие предложения, что зачем нам нужна пристройка, то есть, ну, понятно, что она нужна, но спасет ли она ситуацию, непонятно. И вот вы сказали, что, а может, все-таки вот место, школу новую построить, и место вроде там есть. Не было таких вариантов, не рассматривалось? Варианты такие были, они, эти варианты, рассматриваются. Не только пристройка. Абсолютно жители справедливо делают нам не только замечания, да, а предложения, да. Значит, я хочу сказать, что микрорайон Потапова в соответствии с планом застройки при хорошем развитии событий, там предусмотрена тоже школа, отдельно стоящее здание. Именно в самом микрорайоне. Да, значит, там на сегодняшний день строится социальный объект, это детский сад. Наверняка многие жители видели, он уже в хорошей степени готовности. В следующем году этот детский сад приступит к своей деятельности, поэтому микрорайон Гагаринский и микрорайон Потапова, которые находятся близко друг от друга, безусловно, должны быть обеспечены общеобразовательной школой. Потому что школа номер 11, во-первых, она и износ этого здания уже достаточно велик, и вкладывать огромные средства в его капремонт, ну, наверное, не совсем целесообразно. Не рентабельно просто. Не рентабельно, да. И тогда давайте уж перейдем к дошкольным учреждениям, да, вот сейчас у нас на очереди уже, который месяц докладывает, что вот у той или иной степени готовности, я имею в виду три детских садика, один в Медвежьих Озерах, один в Новом Городке, один в Щелкове, в Первом Советском переулке. Ситуация вот там вроде как в Медвежьих Озерах лучше всего, да, в Новом Городке чуть похуже, в Первом Советском еще хуже. Сроки будут какие-то в этом году заработают они? Сроки абсолютно руководителям администрации поставлены. Они переносились. Говорю открыто и честно, что переносились по вине застройщиков. Мы контролируем еженедельно. Руководитель администрации лично со всеми заместительными, профильными делает объезд социальных объектов, в том числе и детских садов. Медвежьи Озера 1 июля этого года. Сдача реальная. Первый Советский переулок и Новый Городок мы сдаем к 1 августа. Мы перед собой ставим четкую задачу 1 сентября 2016 года. Три детских сада, два, один в Медвежьих Озерах, один Новый Городок и Первый Советский переулок должны прийти ребята в новом учебном году. Это позволит нам также ликвидировать очередь дошкольные образовательные учреждения. А в Медвежьих Озерах позволит прийти в эти дошкольные образовательные учреждения не только ребятам с 3 до 7 лет, но и ребятам с 2 до 3 лет. Поэтому на сегодняшний день в сельском поселении Медвежьи Озера, которое динамично развивается, ситуация в этом отношении получше. Хотя хочу сказать, что у нас за исключением городского поселения Щелково очередь и ребят с 2 до 3 лет, она отсутствует. Только в городском поселении Щелково понимаем, самая большая часть жителей Щелковского района, безусловно, живет в центре, в столице района города Щелково. Даже по статистике населения. Хочу сказать, что в этом году еще мы введем эксплуатацию один инвестиционный проект. Это детский сад на 220 мест в микрорайоне Анечково, сельское поселение Анискинское. Детский сад находится тоже в высокой степени готовности. Мы ведем переговоры с застройщиком группы компании СУ-22, для того, чтобы этот детский сад к 1 сентября также в торжественной обстановке принял своих воспитанников. Давайте перейдем еще к другой, тоже очень важной и наболевшей теме, так скажем, я имею в виду, конечно, это работа учреждений здравоохранения. Понятно, что сейчас общее руководство медучреждений перейдено на областной уровень, но, тем не менее, районная администрация все равно контролирует, конечно, их работу. Какие-то события у нас яркие были. Уже в этом году открылся так называемый офис врача общей практики в новом микрорайоне Богородский на тысячу примерно пациентов, жителей как раз ближайших микрорайонов. Достраивается фельдшерско-акушерский пункт в Клюквеном. Уже тоже на высокой степени готовности скоро должны сдать. Вот вопрос такой, насколько действительно помогут эти дополнительные медучреждения, большие поликлиники, не больницы, а именно вот такие точечные организации, так скажем, и вообще, насколько они обеспечены кадрами? Очень острый вопрос, очень нужный вопрос, да, и мы его стараемся вместе с нашими коллегами решать. На сегодняшний день система здравоохранения Щелковского муниципального района не в полной мере обеспечена учреждениями здравоохранения. Конечно же, это касается микрорайонов, новых микрорайонов, где выросли дома, где поселились много жителей с детьми, с семьями. И это, безусловно, дает нам сейчас особую нагрузку на действующие учреждения здравоохранения. Как пример, как вы уже сказали, микрорайон Богородский, как у нас было принято говорить, микрорайон Щелково-7, бывший военный городок, где нет учреждения здравоохранения. Ближайшее учреждение здравоохранения на улице Фрунзе, поликлиника номер 1. Мы долго решали, что же все-таки делать. Мы открыли офис врача общей практики. Пользуется он огромной популярностью. Во-первых, это близко возле дома. Во-вторых, это помощь практически на дому. И врач может выйти неотложно к любому пациенту в том микрорайоне, где находится офис врача общей практики. Здесь можно сдать конкретное количество или объем анализов, которые нужны для исследований. И можно по дням и по графику получить квалифицированную помощь узких специалистов. То есть они туда приезжают? Этот весь комплекс мероприятий предусмотрен в офисе врача общей практики. Безусловно, этого не хватает для таких больших микрорайонов. И, конечно же, мы решаем и думаем, как выходить с этой ситуации. Это не простой момент, это накладный момент. На сегодняшний день такой же офис врача общей практики мы откроем буквально через неделю, через дней 10 в микрорайоне Лукиноварина. Там тоже потребность эта велика. Офис готов, полностью готов. Он готов к открытию. На сегодняшний день мы в завершающей стадии подыскиваем туда врача, специалиста, который приедет и будет работать на должном уровне с пациентами в микрорайоне Лукиноварина. Хочу сказать, что на самом деле справедливо отметить, что существует дефицит в кадрах. На сегодняшний день в Щелковском муниципальном районе дефицит в кадрах во всей системе здравоохранения. То есть это и младший медперсонал, да? Нет, только врачей порядка 60 человек. Это немало. И порядка 100 человек – это средний медицинский персонал. Это тоже немало. Какая основная проблема? Основная проблема – это предоставление социальной гарантии. Что под этим я понимаю? Это предоставление служебного жилья, либо места в семейном общежитии. Это компенсация за поднаем жилья. И сейчас вы наверняка уже знаете, что было принято решение на уровне губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Стартует программа социальной ипотеки для медработников. В соответствии с дорожной картой, опять же, в этом году, которую мы уже подписали со своей стороны и на уровне Министерства здравоохранения Московской области, мы до конца 2016 года в рамках социальной поддержки медицинских работников выделим 45 квартир для служебного проживания. В целом по району 13 врачей будут обеспечены компенсацией за поднаем жилья и 3 семьи попадают в соответствии с порядком в программу социальная ипотека для медицинских работников. Скажу вам честно, огромная ответственность, большой объем, работа ведется на сегодняшний день. Также мы разработали дорожную карту по привлечению медицинских работников в Щелковский муниципальный район, проработали план мероприятий, как это мы будем делать. Но мы еще должны сами не забывать о том, что у нас в конце года будет введен в эксплуатацию перинатальный центр, где мы тоже должны учесть социальную поддержку тем медицинским работникам, высококвалифицированным медицинским работникам, которые приедут работать к нам в Щелковский район. Как пример скажу, что на сегодняшний день мы уже решили вопрос со служебным жильем и выделили благодаря одному из застройщиков в Щелковском муниципальном районе для главного врача перинатального центра, который на сегодняшний день должен в полной мере озаботиться и заняться вопросом формирования штатного расписания будущего перинатального центра. Поэтому работа ведется непростая и мы ее до конца года, я думаю, что успешно решим. Вообще перинатальный центр это уж такое колоссальное учреждение, конечно, не только районного, но и областного масштаба. Не зря же туда тоже постоянный губернатор приезжает, проверяет, как идет ход строительства. Просто кадры, вот как будут привлекаться, пока рано об этом говорить. Да, вот наши будут жители или все-таки будет много приезжих из других районов и так далее? Вы знаете, я вам скажу честно, что эта работа комплексная. Мы работаем со службой занятости Щелковского муниципального района, Московской области, с кадровым резервом Московской области, Минздрава Московской области, на предмет привлечения кадров в медицинские учреждения Щелковского муниципального района. И в частности в перинатальный центр. Главный врач, кандидатура главного врача на перинатальный центр, скажу, что это не местный житель, потому что мы с вами понимаем, что это огромная ответственность. Это должен быть высококвалифицированный специалист с опытом работы, потому что там будет высокотехнологичное оборудование. И перинатальный центр Щелкова будет не Щелковского района, а областного значения. Поэтому здесь, безусловно, мы должны к этому подойти с полной ответственностью и очень скорпулезно. Мы предлагаем жителям, молодым специалистам, мы работаем с медицинскими учреждениями Московской области, города Москвы, близлежащих регионов. Мы ездим на ярмарки вакансий, мы ездим на всевозможные семинары. Мы говорим, что мы можем предоставить в Щелковском районе для того, чтобы к нам привлечь специалистов в области медицины. Но, как я вам сказал, что самое главное – это социальные гарантии. Без этого мы этот вопрос не решим. Поэтому работа ведется, комплексная, и я думаю, что все-таки мы ее решим положительно. Спасибо, Юрий Николаевич. Напомню нашим зрителям, что в гостях у меня сегодня заместитель, руководитель администрации Щелковского муниципального района по социальным вопросам Юрий Родионов. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы по телефону 567-1440-567-1450. И мы продолжим этот интересный разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Программа идет в прямом эфире. В гостях у меня заместитель, руководитель администрации Щелковского муниципального района по социальным вопросам Юрий Родионов. Звоните к нам в студию 567-1440-567-1450. И задавайте свои вопросы моему гостю. Ну, а вопросы поступили как раз во время перерыва. Стеснительные у нас, правда, зрители оказались не вышли в эфир в прямой, но зато мы записали эти вопросы. Вот такие короткие. Касаются они здравоохранения. Вопрос первый. Во второй больнице не хватает талонов на прием к терапевту. Что можно сделать? Вопрос второй. Это вот то, что мы как раз говорили об офисе врача общей практики в Богородском. Что совсем недавно открыли этот ВОП. Но, тем не менее, вот вроде как врач, как вот со слов нашей зрительницы, врач уволился 10 дней назад. Сейчас там никого нет. И еще такой вопрос, это уже второй звонок был. Как стоит вопрос, как решается проблема укомплектованности врачей в первой больнице? Ну, вот начну с первого вопроса. Значит, на самом деле мы работаем по новой системе. Мы знаем с вами, что мы можем записаться сейчас к врачу разными способами. Через регистратуру, через звонок в регистратуру, через интернет на сайте медицинского учреждения. Но хочу сказать всем телезрителям о том, что возникают такие вопросы, когда пациент не может по каким-то причинам записаться на прием к врачу, а ему это архи необходимо и необходимо именно в этот день. Для этого по решению Минздрава Московской области еще в прошлом году, наверняка наши телезрители заметили, что в каждом медицинском учреждении нашего района при входе в поликлинику находится дежурный администратор. Это обязательное условие по новым стандартам работы медицинских учреждений, который обязан решить острый вопрос с каждым пациентом. И мы сталкиваемся с такими проблемами, с такими вопросами. Мы зачастую такие вопросы принимаем на горячую линию администрации, которая у нас работает. И мы каждое утро в 8 часов утра разбираем каждый такой вопрос. И поверьте мне, что у нас не было за последнее время ни одного такого случая, чтобы дежурный администратор или главный врач в индивидуальном порядке не решил вопрос пациента. Это наша главная задача. Но такие иногда технические сбои бывают. Бывают технические сбои из-за болезни того же терапевта на участке и прием одним терапевтом сдвоенных участков. Бывают такие. По офису врача общей практики. На самом деле врач, который у нас был, она уволилась. Уволилась по причине, сразу говорю, огромного объема. Да, я уже говорил, что должен выполнять этот врач. Не все выдерживают. На сегодняшний день врач подобран, поэтому в ближайшие дни он приступит к своей работе. Мы ему предоставим служебное жилье, которое мы подобрали для него. И врач там обязательно будет и будет работать. Но на сегодняшний день выездной врач там есть. Поэтому она постоянно нет, она на выездной есть. Вот у нас есть звонок. У нас все-таки зритель прорвался. Видимо, хочет выйти в эфир. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне бы хотелось такой вопрос задать. Насколько я знаю, Юрий Николаевич, вы также курируете вопросы, связанные с культурой в Щелковском районе. Это так, да? Да, да, да. Хотелось бы вот такого момента коснуться. Я вот смотрю зрители Щелковского телевидения, вижу, что культурные события проходят очень интересно. У меня у самой двое детей, старшему 14, младшему 8. И хотелось бы мне вот такой вопрос задать. Скажите, планируются ли какие-то интерактивные площадки для образовательного, культурного развития детей? Потому что вот я смотрю, иногда мы сидим и бываем на каких-то постановках, спектаклях, очень мало людей ходит. И вот у меня вопрос такой, будет ли что-то делать для того, чтобы привлекать жителей к культурному, так сказать, обогащению? И хотелось бы поблагодарить канал Щелковский за хорошую программу. Есть вот о культуре программа. Очень интересно. Я ее смотрю и ощущение, что жизнь действительно насыщенная культурной. Но по количеству людей, которые посещают мероприятия, ощущение откладывается, что люди об этом не знают. И вот хотелось бы, может быть, на летний период какие-то развивающие мероприятия, например, в парке или на набережной, организовать, чтобы приобщать людей хотя бы в этот период. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Юрий Николаевич, вам слово. Спасибо огромное за такой интересный вопрос. На самом деле мы прорабатываем данные мероприятия. Спасибо за оценку нашей работы в области культуры. Я вам хочу сказать немножко так, что, вы знаете, на самом деле мы даже оцениваем по зрителям, которые приходят на мероприятия и общаясь с ними, мы понимаем, что за последнее время мы, наверное, даже переборщили. С количеством? С количеством. Мы переборщили. Или качеством. И я не хочу сказать, что с качеством. Я хотел бы телезрительнице еще раз напомнить и сказать, что Щелковский район, благодаря педагогам, людям искусства, входит в тройку лидеров Московской области по дополнительному образованию в области искусства. И у нас с вами проходит на самом деле столько мероприятий, что несмотря даже на массированную информацию, рекламную деятельность, жители зачастую не приходят на все мероприятия. Не успевают. Не успевают. Не успевают в меру занятости, в меру учебы детей. И, конечно, мы стараемся все-таки делать мероприятия максимально, конечно, в выходные дни. На летний период в рамках летней оздоровительной кампании мы предусматриваем и интерактивные площадки. Особенно, как правильно заметила телезрительница, в парке культуры и отдыха он хорошо развивается. Вы знаете, что в последнее время массовые мероприятия с огромным количеством людей. Это показала и Масленица, и 9 мая. И, конечно, очень приятно, что люди тянутся туда. И мы, безусловно, прорабатываем, учитываем просьбы и максимально будем этому следовать. Если можно, Юрий Николаевич, я тоже хочу ответить нашей зрительнице, поскольку она затронула и тему, которая касается нашей телекомпании. Спасибо вам большое за то, что вам нравится программа «Культурный контекст». Обращаюсь также ко всем зрителям. Программа вышла совсем недавно. Выходит она каждую пятницу по вечерам. Смотрите, обязательно интересно. Действительно, Юрий Николаевич не даст соврать. В пятницу вечером на телеканале «Челковский». Ну вот, поговорили уже о том, что предстоит. Очень много событий. Вы упомянули то, что было действительно самое, наверное, массовое мероприятие. Это, конечно, День Победы. Значительно больше людей приняло участие в этом празднике, чем в прошлом году. Несмотря на то, что вроде в прошлом году было 70-летие, юбилей. В этом году просто 71-я годовщина. Ну, такая акция, как «Бессмертный полк», конечно, это тоже очень колоссально. Но прежде всего хотелось бы сказать, наверное, о другом событии. Полукруглой дате, юбилейной. Это 55-летие полета в космос Юрия Гагарина. Тоже проходило очень много разных мероприятий. И в школах, и в других учреждениях. Конечно, основное состоялось в Щелковском районном культурном комплексе. Я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет на эту тему. Потом мы уже будем говорить более подробно. Давайте посмотрим. Этот день особый для миллионов. Первый человек в космосе. Он сумел, он полетел, он вернулся. Юрий Гагарин – наш человек в космосе. Улыбчивый парень из Гжатска стал символом мира и космоса. После этого поистине грандиозного события для всего мира стало очевидно. Советский Союз – первый в той самой космической гонке. С тех пор прошло 55 лет, а 12 апреля в календаре значится Днем космонавтики. В районном культурном комплексе прошло торжественное мероприятие для учащихся школ, на котором ребятам еще раз напомнили о великом подвиге нашего народа и отдельных людей. Действительно, за этим событием стоит немало имен, многие из которых даже не на слуху. Однако, что может быть важнее всеобщего ликования и гордости за страну, которая, пережив тяжелые годы войны, не просто сумела восстановиться, но и сделать такой поистине вселенский прорыв в науке и технике. Надо отметить, что для нашего района этот праздник особый. Именно здесь Юрий Гагарин проходил подготовку на базе ЦПК, здесь жил и тренировался. Школьники, заполнившие зрителей зал, внимательно смотрели концерты, слушали рассказы о великом дне покорения космоса. Многие особо прониклись этой темой. Для современной молодежи пример достойный подражания. Свершение, бесстрашие, профессионализм, ответственность – это, по мнению всех выступавших, должно стать символом процветания и дальнейших успехов в развитии страны. И такой заманчивой и бесконечной темы, как космос. Ну, вот такое событие, естественно, очень близкое нашему району, Шелковскому району. Собственно, в сюжете эта мысль прозвучала. Почему? Потому что, действительно, Юрий Алексеевич жил у нас здесь. Сперва в поселке Чкаловский, потом уже в «Звездный городок» переехал. Ну, вот как один пример, хотелось бы, может быть, немножко более теоретизировать такое мероприятие, которое действительно призвано нашей молодежи, подрастающему поколению, рассказывать о подвигах, так скажем, и наших земляков, и вообще нашего народа. Естественно, наверное, простыми такими административными способами нельзя это сделать. Да, очень много, наверное, зависит от инициативы снизу. Я знаю, например, что в той же школе имени Комарова в «Звездном городке» ребята сами организовали, ну, понятно, при помощи учителей, сами организовали тоже некое мероприятие, посвященное юбилею полета Гагарина. Ну, а вообще, вот с кем еще приходится взаимодействовать, ну, скажем, с воинскими частями, которые в нашем районе дислоцированы, с ветеранскими организациями? Они как-то помогают вот в этих мероприятиях? Конечно, безусловно. И я хочу сказать, что на самом деле эпохальные события, 55 лет полета первого человека в космос, Юрия Алексеевича Гагарина, на его примере, мы должны воспитывать наше подрастающее поколение, молодежь. Конечно, я вам честно скажу, что нами был сформирован целый цикл мероприятий, посвященных этой дате, которую отмечали не только в Российской Федерации, а за ее пределами далеко, весь мир отмечал, потому что Юрий Алексеевич Гагарин знает весь мир, от мала до велика. Юрий Алексеевич Гагарин – посланник мира. Что сейчас на самой поверхности, да, и мы должны об этом помнить, мы должны к этому стремиться, особенно сейчас. Конечно же, на сегодняшний день у нас существуют, и мы ими умело пользуемся, тесные контакты с воинскими частями, командирами воинских частей, которые оказывают нам посильную помощь в проведении мероприятий на территории Щелковского муниципального района. Ветеранская организация, Совет ветеранов Щелковского муниципального района проводит целый цикл в течение всего года мероприятий по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Ячейки ветеранские, руководители ячеек, несмотря на их возраст, да, и иногда не совсем хорошее самочувствие, они с энтузиазмом, да, с преданностью идут к ребятам, участвуют во всевозможных мероприятиях и всегда с ними рядом. И этому подтверждение 9 мая, да, и целый цикл мероприятий, и, наверное, тот, кто работает в этой системе, кто работает в системе образования, культуры, спорта, мы всегда очень тонко чувствуем эту грань и всегда за нее очень сильно переживаем и понимаем, что если мы не будем выстраивать работу именно так, то в нашей работе грош цена. И, конечно же, воинские части, да, они делают все, чтобы ребята и посещали воинские гарнизоны, и смотрели, как идет учеба молодого состава воинских гарнизонов, да, они знакомятся с новой боевой техникой, они знакомятся с тем лучшим вооружением, которое есть в нашей российской прославленной армии, они знакомятся с историей воинских частей. И воинские части, безусловно, конечно же, делают все, чтобы их посещение было интересным, захватывающим, да, и, соответственно, поучительным. Поэтому здесь работать нужно всегда четко, предметно, не останавливаясь, иначе будет провал, и мы этого не наверстаем никогда. За что огромное выражаю благодарность ветеранам, в первую очередь, военнослужащим нашего Чкаловского, Щелковского гарнизона, да, которые вносят большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Ну, а теперь давайте все-таки вспомним о Дне Победы. Действительно, наверное, самое массовое мероприятие у нас в городе и районе. Это не главный праздник в стране, по сути. Поэтому, естественно, событий было много по всему району, участвовали тысячи, наверное, даже не один десяток тысяч людей, если брать все наши поселения. Давайте посмотрим такой сюжет, небольшую компиляцию из того, что было событие, проходило именно в нашем районном центре, в Щелкове 9 мая. Давайте посмотрим. Знамя Великой Победы в центре Щелково масштабно и торжественно отмечают главный для всего российского народа праздник. Уже 71 год минул с победного мая 45-го. И с каждым годом празднования Дня Победы проходят все ярче и массовее. Только так память о великом подвиге предков не будет забыта. Тысячи людей устремились в этот день на площадь Ленина в Щелкове. Именно отсюда началось праздничное шествие. Традиционный парад – символ единения народа. Благодарность за мирное небо выражалась и в словах, и в художественной форме. Те, кто кровью и потом добивался победы – ветераны. На автомобилях ГАЗ-69 во главе колонны. Для них этот праздник действительно со слезами на глазах. Сколько бы лет ни прошло, душевные раны все равно не заживают. Так дорого обошлась советскому народу эта победа. Щелковский район внес свой клад в победу. 30 тысяч щелковцев ушли на фронт. Незримо присутствуют те, кто не дожил до этого дня. Память о них будет незыблемой, как вечный огонь на мемориале Аллея памяти. Там собрались все, кто хотел отдать дань уважения подвигу предков. От мала до велика – целое людское море. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, детям войны. Пусть стремление к победе никогда не покинет вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Для советских людей дорога к победе была неизмеримо тяжелой. На фронте в тылу, находясь на пределе человеческих возможностей, наши отцы и деды сражались за родину. Отечественную войну не зря назвали священной. Память о героях Великой Победы святая для нас наша благодарность бесконечна. Тысячи людей собрались у районного Дома культуры. Бессмертный полк готовится к победному шествию по улицам города Щелково. В руках у каждого портреты без преувеличения великих людей. Огромной непосильной ценой им далось бессмертие. Более 70 лет назад они буквально создавали историю. Писали ее на страницах самой кровопролитной, жестокой войны, которую видела наше отечество. Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» не желают, чтобы имена и лица героев канули в забвение. Пусть их видит весь мир. По улице Парковая, через площадь Ленина, Первый советский переулок и Пролетарский проспект до комплекса «Алия памяти» бок о бок с нами шагает «Бессмертный полк» в победном шествии по городу Щелково. Всероссийская акция стартовала по всей стране в 15.00. В колонии присоединились жители со всех поселений Щелковского района. Среди них и совсем юные ребята несли фото своих прабабушек и прадедушек. Последние шаги по Пролетарскому проспекту колонна шествия совершила подзвон колоколов Троицкого собора. Завершилась акция возложением цветов к еще одному бессмертному символу, хранящему память о погибших войнах – Вечному огню. Конечно, мероприятие, и поэтому я понимаю, как сложно это все было организовать. Опять же, это зона вашей ответственности. Поэтому вопрос такой. Помогают как-то, скажем так, общественные организации, волонтеры, ну и меценаты или спонсоры, как их принято называть в таких масштабных мероприятиях? Конечно, помогают. Хотел бы тоже воспользоваться случаем и поблагодарить меценатов, спонсоров, которые неравнодушны к самому главному празднику нашей страны. Волонтерское движение в Щелковском муниципальном районе зародилось сравнительно недавно, но хочу сказать, что на сегодняшний день вы заметили и по мероприятиям, и по видеосюжету, что большое количество ребят участвуют в этом движении. Помогают и ветеранам, и нам помогают в проведении столь масштабных мероприятий на территории и города, и района. И им за это тоже огромное спасибо. Мы делаем со своей стороны, конечно же, все, чтобы их морально поддерживать, чтобы они были всегда рядом, потому что они наши самые главные надежные помощники. И сегодня это очень важно, в том числе и в воспитании нашего подрастающего поколения. Поэтому 9 мая, конечно же, самый главный праздник. Мы к нему готовимся с самой тщательной ответственностью. И, конечно же, есть российская акция «Бессмертный полк», к которой мы готовились очень тщательно и очень сильно переживали, скажу честно, за это. Но не под каким-то стремлением быть лучшими, мы понимали, что жители Щелковского муниципального района откликнутся и придут. И они пришли, и выразили свою гражданскую позицию. И более 3,5 тысяч только в городе Щелково встали в встроенные ряды «Бессмертного полка». Юрий Николаевич, у нас как-то очень быстро пролетело время, если честно говоря. Темы очень важные, интересные. Осталось буквально 2-3 минуты до конца программы. Поэтому, если можно, вот так коротко, тезисно, да, что нам вот в ближайшее время предстоит сделать? Да, у нас близится конец учебного года, наступают летние каникулы. Что будет важно в ближайшее время, чтобы наши жители могли ориентироваться? Если коротко, хочу сказать, что мы подходим к завершению учебного года. Конечно, главная задача – это успешно завершить учебный год, подготовить образовательное учреждение к сдаче единого государственного экзамена, ребятам пожелать успешного его сдать. Кроме этого, мы с вами 1 июня, День защиты детей, мы с вами готовимся к этому. Праздник детства. Праздник детства. Я хочу сказать, что сегодня уже прошел в преддверии Дня защиты детей традиционный в Щелковском районе праздник детства Щелковского муниципального района. Завтра он продолжится. Также мы готовимся к летней здравительной кампании. Лагерь «Юный армеец» ждет своих питомцев. Лагерь «Лесная сказка». Хочу сказать, что как нам было непросто в прошлом году запустить этот лагерь, мы с гордостью это сделали. Ребята приехали. В этом году уже на сегодняшний день в лагере «Юный армеец» и первая, и вторая смена полные. Мы в этом году даже четвертую смену открываем. Лагерь «Лесная сказка» тоже практически полностью уже укомплектован. Также на вопрос телезрительницы, которая задавала, мы готовим интерактивные площадки вместе с культурой, спортом, молодежной политикой по городу и по Щелковскому району. В этой программе участвует весь Щелковский район, все учреждения, организации социальной сферы. Также в этом году будет впервые, 25 июня, пройдет общерайонный выпускной бал выпускников 2016 года. Впервые. Впервые. Это будет грандиозное событие, поверьте мне. Поэтому мы к этому очень тщательно готовимся. И скажу, что в этом году проект «Душоновские маневры», исторический проект, который проходит у нас уже много-много лет на территории Щелковского муниципального района, в Центральном федеральном округе завоевал первое место. Поэтому мы ждем много гостей к нам 2, 3 и 4 июля этого года. И, безусловно, к этому очень тщательно готовимся. Ну, а День города и День района в августе месяце, как всегда, поэтому всех ждем. Всем желаем, в первую очередь, хорошего весеннего и в преддверии уже лета, летнего настроения. Хорошо отдохнуть. Спасибо, Юрий Николаевич. Чуть-чуть даже мы перебрали, но ничего страшного. Спасибо за то, что пришли к нам в студию, за ответы на вопросы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель главы администрации, руководитель администрации Щелковского муниципального района Юрий Родионов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!